Привет. Капарк. Ушел. 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 Трап. Русский три дают. Да. А в прошлой четверти? Тоже три. Русский биш поседает как бы русский пять, а остальное четыре пять кроем от русского. То есть, процент. Ушел. Ушел. То есть, мне не надо будет больше краснеть, короче, или все бы по просьбам автор, ушел... Трап. Четыре сделал палочки, да? Да. Наконец-то. То есть, видишь, за все, что человек дерется, он рано или поздно достигает результата. Следующее у нас. Ушел. 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 5, кимия 5, информатика 5, английский 4, история 4, диалога 4, эти вот надо будет выстраивать, понятно, как вы? Я вам заметил, что частенько валят на учителя, всегда учитель виноват, учитель-ученик виноват, если провести параллель соревнования, спортсмен ведется, судья не виноват, что он не выигрывает, другой никто не виноват, надо учиться, тренироваться таким образом, чтобы не было вопросов никаких. Надо стараться потянуть, я понимаю, что ситуация сложная, но все предметы. – Плюсы. – Плюсы. – Плюсы? – Плюсы. – Плюсы. – Минтистоу вблется? – Нет, он будет. – А, то есть нету, как бы... – Нет, это прибыть есть, просто без оценок, как бы. А, то есть полюбий. А, у вас сейчас нет. Оркеса тоже нет. Артематика 4, музыка 5, физкультура 5. Было бы имени, сообщил физкультуру. Изон 5, молодец. Оркеса это основа физкультики, это новый предмет. Короче, как себя правильно вести? А у меня он должен был в черном власти. Полезный предмет, он пригодится нам в жизни. Ну, то есть факт остается фактом, тебе не хватило 4, окружающие люди 4. Литература 5, молодец. Технология 5. То есть ты умеешь готовить кушать, короче, да? Могешь литературу рассказывать. Умеешь быстро бегать в магазин, короче, и рисовать. И петь песни. Неплохо считаешь. И немножко разговоришь на английском языке. Да. На 4. Да. Я теперь хожу на английском языке. Главное, смотрите, что не просто хотите дополнительные. Что хотите дополнительные или по бокалу. Максим. Давай, я посмотрю. У меня, например, не работает приложение. Я посмотрю. Английский. 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 Пять. Биология. Пять. Биография. Пять. Изобразительные. Пять. Информатика. Пять. История. Пять. Литература. Пять. Я не верю, что у него историю. Пять. Музыка. Пять. Обществознание. Пять. Автор духовно-нравственной культуры народов России. Пять. Русский язык. Пять. Технология. Пять. Физическая культура. Восемь. Красавчик. Я, к примеру, знаю Аню. Володец. То есть, раз, два, три. Четыре тройки всего. Десять. Я понимаю, что у вас будет хорошая оценка. Это понятно. Но математика это сложно, действительно. Русский сложно. Старайтесь их подтянуть, математика русская, чтобы вы были немножко покрапливыми, а не просто там в голове как бы ничего, только физически сильные. Сила есть ума не надо. Да, чтобы они не говорили про вас, что сила есть ума не надо. Это тоже не очень хорошие слова. Они не всегда соответствуют действительности и по исследованиям ученых. Люди, которые занимаются спортом, центральная нервная система развита. Те отключаются в учет. Формирование свободного времени, выставление приоритетов. Поставил сольдобесие ее. Ты можешь держать больше психологические нагрузки, уставшие, когда можешь больше делать. Потому что когда ты устал, если бы ты не тренировался, скорее всего, ты бы устал гораздо раньше. Болел бы ты гораздо чаще и при общих как бы спустился на уровне обычных людей, которые не занимаются спортом. Мы сегодня с друзьями обсуждали как раз тему спорта. И вот у нас в компании таких людей, которые занимаются спортом, ну прям там пять раз в неделю. И двое из них уже прекратили заниматься. И они говорят, я не понимаю, как я тогда замечал пять тренировок, хорошую учебу, еще и приходил домой и успевал отдыхать. То есть сейчас у них свободное время много, они ничем не успевают, они устают и спят все время. Просто когда ты хочешь тренировки, тебя выбранят, у тебя определенное время и тебе просто надо до него сделать. Да, ты просто концентрируешься. Вообще не так выбранят, ты обязан и так сделать. Когда ты тренируешься, ты становишься человеком переносимым больше и лучше вот эти все психологические нагрузки. То есть ты не сдаешь, что ты каждую тренировку доводишь себя на какого-то определенного момента и не падаешь. То есть ты в нем находишься, преодолеваешь. Потом, получается, в жизни, когда ты устаешь, та же усталость в принципе, та же психологическая усталость как бы. Ты устаешь, голова вся будет, ты уставший как бы. Когда ты занимаешься спортом, это помогает тебе преодолеть вот это. То есть вот Асель сказала из этого, что я вижу. Раньше ты ходил на... обсуждали с человеком, например. Ходил на пять тренировок, короче, еще учеба была и все успевал. И тянул хорошо учебу. Бросил тренировки, думал, больше времени, очень сильно устает, не высыпается, постоянно спит. Вот на перспективу бросаешь, и как бы он прилетает до полного пуска. Молодец. Это, в принципе, помогает человеку стать, во-первых, крепче, формировать рабочее время. А эти вот, эти все качества, они, неважно, человек останется в этом спорте, перейдет другой станет в мире или нет, они обязательно помогут в жизни простому человеку. То есть это вот хорошее развитие хороших качеств. Плюс еще, вот думала важные, которые... Вы же устаете в школе? Без этого никак. Тренировка помогает немножко разгрузиться, отдохнуть, пристрестись, побаловаться. Проциркулировать кровь головного мозга, тело, чтобы покрутилась у вас растяжечка, чтобы кислород пришел туда, вы там неподвижно сидите в школе, правда? Т.е. скидывать вот это нервное напряжение, ну, усталость вот эту сумку. Взяли, надували шариков, потом его типа спускали, и получается звук смешной. И они так весь урок, ну, когда мы их забрали в мельнике, они сразу успокоились. Ну, а сейчас им весело. Весело им... У нас есть ситуация, когда нервники вы видите, спортсмен какой-нибудь пропускает, не тянет, и потом он начинает веселиться с тем, кто тоже есть еще рядышком моего возраста, но с собой не менее такой типажур похожий. Т.е. он начинает свою неуверенность прятать за общение, как бы непринужденность, вот это. Вот там тоже попытка такая вот, какого определенного порядка, как мы в классе. Т.е. они скрывают свою неуверенность через вот это самоображение, вот это все, вот они вот зубы. Это крепче к делу. Если б не этот пришел, получил оценку, ушел, много размышляешь, переживаешь, кто ты видит, кто. То есть, как бы это скомпенсировать, это будет выражаться во всяких приятных поступках. Видите, там, взял толпу у кого-то, накричал, наорал, комплекс сделал, там, снял видео, как ты в рубашке идешь, и думай, думай, думай. Ну, т.е. такие поступки, в принципе, я что-то все-таки. Потому что другому показать он людям можно. Надо себя показывать какими-то поступками, которые говорят о вас хорошо. Т.е. успехами в спорте, в учебе, в повезениях, в размышлениях. Т.е. вести нормальную жизнь. Таким вот образом, как и служит. У нас еще Олена Романовна поддевала. Да, мы сегодня писали контрольную по-русскому. Вот, и все. И я получила одна из классов 5. О, я тебя поздравляю, давайте пошел. Даже моя подруга... Т.ae. What are the students working with then? Это портфель.